Устойчивое производство стратегии обновления. Председатель правительства России проводит форум в Екатеринбурге. В нем принимает участие глава республики Рашид Тимрезов. Они выполнили один из пяти столпов ислама. 350 жителей Карачаева Черкесии вернулись из хаджа в соборной мечети и встретили традиционным угощением. Масштабное произведение русского композитора исполнил соборный хор Пятигорской епархии «Все ночные бдения» Сергея Рахманинова впервые прозвучало в Никольском соборе. Карачаева Черкесия – гостеприимный горный край. На одном из центральных бульваров Москвы открылась фотовыставка нашей республики. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесия» с вами Мурат Женкёзов. В Карачаево Черкесию прибыл интернациональная бригада «Пятнашка» во главе с командиром Ахрой Авицба. Сегодня гостей приветствовали в Доме правительства республики. Премьер-министр Мурат Аргунов, его заместители, руководитель администрации главы правительства республики Мурат Озов и другие. Бригада «Пятнашка» была сформирована в 2014 году и получила свое название по количеству бойцов, которые стали первыми добровольцами. Сегодня они также продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Ахра Авицба поблагодарил власти Карачаева Черкесии за предоставленную помощь и поддержку. Подробный репортаж о визите «Пятнашки» в республику смотрите в итоговом выпуске вестей в 21.05. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принимает участие в форуме «Иннопром», который уже 13-й год проходит в Екатеринбурге, крупном индустриальном центре страны. Главную стратегическую сессию форума «Устойчивое производство. Стратегия обновления» открыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях. Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет. Подчеркну, наше будущее за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Причем она должна быть конкурентноспособной, конечно, не только внутри страны, но и за рубежом, что требует принципиально новых подходов и совершенно нового уровня взаимодействия науки, производства и государства. Поэтому правительство чуть более месяца назад утвердило концепцию технологического развития страны, которая даст мощный импульс реализации ключевых направлений, таких как станкостроение, радиоэлектроника, малотоннажная химия, суда и авиастроения. В связи других сфер создания газовых турбин большой мощности, дизельных и поршневых двигателей, беспилотных воздушных судов, медицинских изделий, лекарств. Всего таких мегапроектов будет развернуто не менее десяти. С гарантированным финансированием на весь срок реализации. Их выполнение также поможет становлению всей технологической цепочки производства сырья, материалов, компонентов и комплектующих. Ну и, соответственно, обеспечит максимальную независимость и самодостаточность нашей промышленности в целом. Также глава республики на полях промышленной выставки страны провел встречи с коллегами, губернаторами регионов, представителями крупных компаний и производств. По итогам был достигнут ряд договоренностей с целью дальнейшего развития промышленности в республике, эффективного использования существующих промышленных площадок в регионе. В рамках форума Рашид Тимрезов встретился с президентом, председателем Совета директоров компании акционерного общества группа «Синара» Михаилом Ходорковским. Карачаево-Черкесию к группу «Синара» связывают давние партнерские отношения. Компания стала первым частным инвестором, построившим в Архызе первые объекты гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, которые успешно функционируют. Компания намерена и дальше участвовать в развитии туризма в Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что новый проект будет столь же качественно и эффективно реализован. 8 июля День семьи, любви и верности стал днем рождения пяти семейных пар. В Доме культуры Черкеска молодоженов со зданием Семейного союза поздравил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев и депутат Думы Черкеска Султан Узденов. Свидетелем регистрации брака стала и съемочная группа «Вестей», рассказывает Алихан Лепшоков. Танец приглашения в исполнении пары «Кавказского танца» открыло торжественное мероприятие. Крепкая гармоничная семья – главная ценность и опора общества и для пяти пар будущих молодоженов. Первыми в зал торжеств пригласили золотую пару – семей Ермошиных. Они прожили в браке 50 лет, сохраняя любовь и гармонию в доме. От имени главы республики поздравил всех виновников торжества мэр Черкеска Алексей Баскаев. Он подчеркнул, что именно на благополучии семей держатся наши культурные ценности. Многонациональная Карачаева Черкесия и ее столица Черкеск всегда славились дружными и гармоничными семьями. Особая наша гордость – многодетные родительные семьи, которых щедро дают тепло и приемным детям. Связь поколений, уважение к старшим, защита материнства и детства являются основой российского общества. Поэтому крайне важно хранить и приумножать наши культурные традиции, трепетно относиться к родному общагу. Во время торжественной регистрации молодожены получили памятные подарки и награды от мэра республиканской столицы. Семья Ермошиных поздравили новобрачных, сделали мудрое наставление. Также поздравил виновников торжества депутат городской думы Султан Узденов. Наши старшие члены обладают мудростью, передают нам свой опыт и помогают принимать нам важные решения в жизни. Связь поколений укрепляет семью и сохраняет культуру наследия. Я хочу пожелать вам мира, любви и взаимопонимания. С приветственным словом выступил и руководитель филиала фонда защитники отечества в Карачаево-Черкесии Марат Абазалиев. Он поздравил молодоженов и вручил памятный подарок и поздравительный адрес от руководителя фонда Анны Цивилевой, участнику специальной военной операции Александру Лапунову и его избраннице Анастасии Куничак, которые в этот день также скрепили супружеский союз. Чтобы у вас все было хорошо. Самое главное в жизни, я небольшой специалист в семейных отношениях, но это терпение. Будьте терпеливы друг к другу и все у вас будет хорошо. Это основа. Терпение это основа, потому что вы абсолютно разные люди из разных семей, из разных обществ. Если у вас будет терпение друг к другу, у вас все будет хорошо. Нам приятно, что наше бракосочетание совпало с этим прекрасным праздником. И хотелось бы благодарить всех за поздравления, отметили виновники торжества. Честно сказать, даже очень неожиданно. Спасибо большое за такой теплый прием, за такое отношение теплое, за такую встречу. Спасибо людям, которые приехали, отложили свои дела, поздравить нас. Спасибо нашему мэру города. Спасибо всем, кто пришел. Очень приятно, очень рады. Торжественное мероприятие завершилось выходом молодых людей к своим гостям. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево, Черкесию и Саудовской Аравии вернулась группа мусульман, отправившихся в хадж, в Мекку. Прибывших встречали представители духовенства и правительства, а также родные и близкие. По поручению главы республики Рашида Тимрезова, паломников встретили традиционным праздничным угощением. Курмалек. Смотрите подробности. Хадж. Паломничество к святым местам в городах Мекке и Медине. Он является одним из толпов в исламе и приурочен к празднику жертвоприношения Курмам-Байрам. Хадж хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. 350 жителей Карачаева-Черкесии в этом году увидели святые места и выполнили обряд поклонения. У ворот соборной мечети в Черкесске вернувшихся встретили родные и близкие, а также председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев и первый заместитель председателя правительства республики Хазарчик Куев. В этой жизни вам надо будет помнить о том, что вы видели священные места. Вы видели то, что очень многие стремятся, не могут это увидеть. Аллаху Таала дал вам эту возможность, то, что вы увидели вот эти вот священные места. Хаба – это такое, когда впервые его видишь, из него исходит нур, из него исходит такая энергия, которая заставляет вас трястись, которая выводит от вас и слезы, и пот. Вот это такая сила есть у Хаба. Поэтому вы это все увидели, почувствовали, вернулись, и это вы должны уже всем об этом говорить, рассказывать, чтобы каждый стремился туда. Сегодня в нашем центральном мечети хвала Всевышнему, мы все вместе сидим. И вот по поручению главы, как сказал Муфтий, мы делаем всем, дай Аллах, что те дуа, которые вы сделали, ваш хадж Всевышний принял. Те дуа, которые вы просили за себя, за свой джамагат, за республику, дай Аллах, что Всевышний принял. По поручению главы республики Рашида Тимрезова, вернувшихся из хаджа, встретили традиционными угощениями. Как рассказали на встрече, паломники совершили священные обряды без каких-либо происшествий и вернулись домой благополучно. Во время паломничества они молились о мире и согласии между людьми и странами. Это просто непередаваемо, то ощущение, которое мы получили, совершая хадж. Тем более, с опытными руководителями в лице Казим Хаджи, Джетул Хаджи, они в полном объеме, все обряды, все традиции, положенные проведение хаджа, нас провели. Если человек, как говорится, не зная знания, прошел бы это одно, а здесь мы в полном объеме получили вот такое удовольствие. Хаджи – это ощутить в полной мере жизнь мусульман, какой она должна быть в идеале, когда жизнь строится вокруг поклонения, вокруг своей религии. Что в Мекке, что в Медине, это было заметно, что уклад жизни людей, местных жителей, мекканцев, мединцев, гостей, он напрямую был связан с мечетью, с намазом, с поклонением. И вот этот контраст вот очень сильно ощущается. Вернувшихся паломников теперь будут уважительно именовать хаджи, которые усталые, но радостные и счастливые отправились к себе домой. Мраченкиозаврасов Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Все ночные обдения Сергея Рахманинова впервые прозвучало в Никольском соборе Черкесска. Это масштабное произведение русского композитора исполнил соборный хор Пятигорской епархии и Северо-Кавказской государственной филармонии. Подробности у Али Баташева. Удивительное многоголосие, сочетающее традиции классического хорового пения и церковного богослужения. 60 голосов, создающих музыкальное полотно выдающегося произведения Сергея Рахманинова, среди которых священнослужители и миряне, представители соборного хора Пятигорской черкесской епархии и Северо-Кавказской государственной филармонии под управлением дирижера Елизаветы Письменной. «Все ночные обдения» — это в первую очередь духовное произведение. И, конечно, что как ни храм сможет донести полностью смысл, духовный смысл до человека. И, конечно, храмовая атмосфера, она полностью нас соединяет с великолепной музыкой Рахманинова. И смысл текста звучит более подробно, более осознанно. И все просто происходит, можно сказать, по воле Божьей. «Все ночные обдения» — одна из вершин русской духовной музыки. Это хоровое произведение способно встать в один ряд с шедеврами Монтеверди, Пергалези и Баха, говорили перед началом выступления. Это по своему характеру вообще сложное очень произведение. И вот, к сожалению, почему многие спрашивают, почему они мало исполняются именно в храмах во время богослужения. Потому что они по своей структуре очень сложные. Их можно исполнить только хором очень пространным, когда, чтобы было много голосов, было очень хорошее, крепкое многоголосие. Сергей Рахманинов называл «Все ночные обдения» одним из лучших своих творений. Оно появилось, как реакция композитора на события Первой мировой войны. Любимым фрагментом автор читал отрывок из Пятого гимна, который исполняют басы. Со своей задачей артисты справились. На протяжении полутора часов зрители наслаждались великолепным исполнением произведения Сергея Рахманинова. Проект посвящен 150-летию русского композитора. Для тех, кто пропустил концерт в Черкесске, есть возможность сделать это в двух городах СКФО, говорят организаторы. «Все ночные обдения» в исполнении соборного хора Пятигорской Черкесской епархии и Северо-Кавказской государственной филармонии прозвучит 13 июля в Нальчике и 16 июля в Кисловодске. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева Черкесия. Карачаева Черкесия – гостеприимный горный край. Под таким названием открылась фотовыставка нашей республики на одном из центральных бульваров Москвы. В этом году экспозиция представлена 32 фотографиями, которые призваны познакомить гостей и жителей столицы с уникальными природными данными и достопримечательностями Карачаева Черкесии с многообразием и красотой заповедных уголков нашего региона. К каждому снимку прикреплен QR-код, считав который, посетители выставки смогут узнать более подробную информацию о туристическом объекте, познакомиться с историей и интересными фактами, а также посмотреть местонахождение и точный адрес представленного объекта. Фотовыставки под открытым небом на центральных бульварах столицы уже стали традиционными и ежегодно проводятся постоянным представительством Карачаева Черкесии в Москве совместно со столичным департаментом культуры. Экспозиция на Чистопрутном бульваре будет размещена до 28 июля и посетить ее сможет каждый желающий. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью с писателем и журналистом Шахризой Богатыревой. С ней встретилась Белла Джазаева. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова